Мне было 6 лет. Моя мама заметила, что, заходя в дом, я не просто шла, а всегда поднявшись на полупальчики. Я балетом начал заниматься в 90-е годы. Время бандитов. Мама хотела уберечь нас от вот этого всего. Отец был в Китае в то время. Она нас секретно привела с братишкой в училище. Когда вы делаете свой выбор, вы не можете остановиться. Чувствуешь себя одиноким и плачешь. Много боли. Делаю последние присядки, и у меня что-то начинает просто хрустеть. Однажды я сломала ногу, и во время танца приходилось опираться на сломанную ногу. Это было очень больно. У нас у балетных это поболит да пройдет. Нам всегда говорили, классика лечит. Никому не интересно, что у тебя травма, что у тебя там дома. Снег идет с дождем, ты до театра доехать не можешь. Все пришли смотреть. Все заплатили деньги и хотят насладиться вечером. Балет суров. Балет – это тяжелый труд. Просто нужно сжать зубы, с духом идти, потому что тело, оно все равно будет под нами. Мы сможем им управлять. Это все отсюда идет. Даже если что-то случается, я стараюсь думать, что пока я жив, все в порядке. Ну, если не умер, то ничего. И вот так ты просыпаешься каждое утро, уже уставший, и говоришь себе, я должен сделать это, и пойду. Потому что люблю. Мне кажется, прежде всего, это страсть и радость. Когда такси остановилось перед Большим Театром, мое сердце остановилось. И я разрыдалась, потому что не могла поверить в то, что жизнь, наконец, привела меня сюда. Я решила уже, что я не поеду, потому что я видела, что Юрию не качу 90. Подумала, что надо ехать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok